Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем концерт ансамбля «Сина». Мы начнем сегодня нашу программу с инструментальной композиции, которая состоит из двух частей. Вначале это прозвучит фрагмент пьесы известного американского гитариста Пэттен Мэттенек. Она составляет часть огромного произведения, которое он еще в 92-м году записал, используя там и симфонические оркестры, и джазовых музыкантов, и хоры разные. И вот это одна из частей, которую он назвал «Always and Forever». Он сам признался в интервью, что это он посвятил своим родителям. Ну, а я бы перевел это на такой старинный русский лад «На веки вечные». Вот так вот. «Always and Forever». Перейдет она в пьесу совершенно другого характера. Если вот эта первая композиция, ее даже к джазу никак не отнесешь, это такой вид современной камерной музыки, чем и отличался Пэтт Мэттене, когда начал свою творческую деятельность. А вот вторая композиция – это такой типичный джазовый фанки-соул, который принадлежал репертуару выдающегося американского чернокожего, такого саксофониста, Джулиана Кэнн Боу Эдерли, которому я, когда только начинал играть на саксофоне, пытался подражать. И, в общем, что я только не делал, чтобы достичь его техники, а главное – его звука. Но у меня так ничего и не вышло. И потом, когда я зашел в тупик, я вдруг понял, что все равно у меня ничего не получится, и стал играть по-своему. И, в общем, мне это все пригодилось. И вот в память об этом замечательном человеке, он такой был толстый, добряк. Он умирает диабетом, потому что был очень толстый, и, в общем, не берег себя. И вот это такая типичная пьеса в стиле фанки-соу. Она называется «Inside Straight». На диске, на обложке, там показан сам Джулиан Кэнн Боу Эдерли, который держит в руках вот так карты, и они обозначают что-то. Это, наверное, «straight» или «Inside Straight». Это такой термин игроков в покер. Вот такая композиция. Начинаем с «Always and Forever». Аплодисменты. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 тоже по-своему как-то одевались, тоже пугали всех. И вот этот Элвис Костелло, повзрослев где-то в самом начале уже 2000-х годов, записал совершенно неожиданно, про него я забыл, и вдруг я нашел в интернете пластинку, которую он записал, она называется «Норд, Север», где он выступил в роли серьезного, я бы сказал, философски мыслящего такого поэта и певца, причем на этой пластинке его комбинируют и симфонический оркестр, и джазовые музыканты играют, и в общем там масса замечательных песен, одну из которых вы сейчас услышите. Что говорит, кстати, о том, что в Англии, в общем, вот музыка, особенно такая популярная, она не такая, как в Америке, но это, наверное, что-то в ней есть, вот, прогрессив рок, особенно, такое, чего нет ни в одной другой музыкальной культуре. А сейчас послушайте песню Элвиса Костелло, которая называется «Let me tell you about her». Звучит песня. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 А сейчас вы слышите одну из песен замечательного итальяно-канадского певца, которого зовут Джина Ваненли. И этот талантливый человек сначала вместе со своей музыкальной семьей, с братьями, с отцом выступал в Канаду. И завоевал там массу всяких призов, в общем, уже дальше некого было. И кто-то ему посоветовал, все-таки, не поехать ли ему в ближайшую с ним Калифорнию, куда он и отправился. И там, в общем, тоже появился успех. И, в общем, он продолжался где-то вот, ну, почти все 73 года, потом как-то он сошел на нет. Я думаю, что его свели на нет сознательно продюсеры, которые занимались популяризацией музыки, где чернокожие певцы развлекают белую аудиторию. А Джина Маннелли, хотя был и белым, и итальянцем, но вот обошел их все. В общем, его потихонечку вытеснили. В общем, сейчас прозвучит одна из... У него очень много замечательных песен, было альбомов. Вот одна из этих песен, которая, по-моему, называется Это «е.. у меня нет»? Так вот. Я не знаю. Ahí мы пошли по альбом. Альбомов-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. У нас стоит бред с девочкой, красивая. Тежка кHE-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-а-у-у-у-у-rab. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 оно стало странно популяреннее вот там я проработал где-то около 10 лет и переиграл все пьесы Хорреса Силбера и вообще пропитался вот этим понятием фанк причем это очень такое непростое явление и оно повлияло на очень многие виды музыкальной культуры и в дальнейшем им пользовались и Майлз Дэвис когда создавал фанк и фьюжн и единственное где вообще полностью пропали все вообще качества фанка, то есть острота, синкопы это был стиль диско который кстати тоже основан в общем-то на фанке так вот когда я даю интервью каким-то современным таким молоденьким теоретикам музыки или с телевидением или с радио или из какой-нибудь прессы я вижу, что передо мной ну такая девочка, которая получила какое-то образование и я сразу такие наводящие вопросы рассказываю там свою историю когда я произношу слово фанк я чувствую, что как-то она не понимает о чем я говорю и я понял, что в общем современное поколение специалистов разных совершенно они не понимали вообще совершенно не представляют что было до них и как-то им накрывать на это дело и и вот тогда я понял что вот передо мной вот такая типичный продукт времени эта девушка музыковед но она никогда не слышала вообще о существовании фанка вообще как таковой поэтому я ей написал композицию которую вот так и назвал таким словом профанка это такой как бы профан в юбке который ничего не знает о фанке в юбке Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 Сейчас поздно! Добро пожаловать на наш канал! 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 которая возникла несколько тысяч лет назад, так и не прекращается, поскольку никто не знает секретов, как производился этот шелк. То есть, как выводить тут его шелкопряда, а главное, как обрабатывать потом продукты, когда он превращается в каких-то там бабочек. И вот этот секрет титайцы, со свойственной им жесткостью, хранили так, что просто даже малейшие попытки выкрастили, разгадать секрет, заканчиваясь смертной казнью. И вот эти караваны везли шелк, через Центральную Азию проходил этот маршрут, а обратно возвращались тоже не пустыми, везли в Китай то, чего там не было. Ну, например, стопунов, оружие и рабы. И вот эти два потока, которые встречались где-то посередине, это произошло под склонами Алайских гор. Поэтому этот базарчик, который возник тогда, ну, как и что, существовал тысячи лет, называется он Алайский базар. Он и сейчас существует, в Ташкенте, на территории Узбекистана. Я в советские времена много раз бывал на гастролях в Ташкенте, и каждый раз ходил вот на этот базар, даже не подозревая, что это какое-то историческое место. А вот потом, когда я его знал, я решил написать песню, которую вы сейчас и услышите, Алайский базар. Играет музыка 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Продолжение следует... 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 Продолжение следует...